Зоопатруль В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо животных, если им нужна помощь. Они не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. В этой программе мы расскажем о стрижах, которых спасают неравнодушные люди. Галина Шевлякова выхаживает стрижат уже несколько лет. Первую птицу подобрала в 2018 году. Женщина лечит, выкармливает, а затем, если стриж может уже самостоятельно летать, выпускает его на волю. Определить, что стрижонок готов встать на крыло, несложно. Да он сам скажет, что он готов. Он охлопает крыльями, отказывается от еды, он может вылететь даже из таза. Мы тазы накрываем, они энергичные. А выпускаю я прямо вот на этой площадке. Вот, она достаточно большой разбег, и я уже привыкла, уже много лет выпускаю именно здесь. Галина старается узнать о стрижах как можно больше. Внутренний мир птиц, куда они улетают. Говорит, что есть несколько волн стрижепада. Это прилетают толстые, красивые стрижи, гнездица. И вот начинаются бои за самком, бои за место. И вот они падают. Это первая волна. Это касается взрослых стрижей. Потом у взрослых стрижей идет вторая волна. Она самая тяжелая. Птенцы оказываются вне гнезда, когда люди начинают ремонтировать балконы. Стрижеспасатели этих птиц так и называют – балконники. Случается, что родители бросают своих птенцов, когда устают их кормить. Много птенцов выпадает из гнезд во время жары. Однажды в ветклинику люди принесли 25 стрижат. Я думаю, это связано с тем, что они в любом случае каким-то образом перегреваются. И у них, может быть, тоже нарушается координация движения. Птенцы все равно уже достаточно подвижны. Не могу сказать, что они лежат там и никак не двигаются. И таким образом, возможно, они не могут отравновесие сохранить. Выпадает из гнезда. В Самаре спасением птиц занимаются несколько команд стрижеспасов. Хадырова Ирина – одна из них. Первого стрижа домой принесла ее дочь Диана. Это было совершенно случайно. Дочь, гуляя во дворе, нашла стрижа в траве. Ну и принесла домой. Я сначала, в общем-то, не знала, что с ним делать. Я первый раз видела эту птицу настолько близкую. У меня был шок. Но, к счастью, я нашла чат стрижеспасателей в Самаре. И они мне дали рекомендации на первое время, как кормить, как лечить, как ухаживать. За эту птицу мы, конечно, стали ухаживать. Назвали ее Вадим. И потом мама решила, хочу ей пару. То есть ему пару. И принесла она еще одного стрижа. Назвали Слава. Это девочка. И они очень хорошо сдружились. И вместе со Славой подарили ей вольер. И теперь они очень хорошо живут в вольере. Буквально на днях в семье появился еще один стрижонок. Ирина пошла в магазин за хлебом и в траве увидела птицу. Назвали птенца Лилит. Мама разморозила сверчков. А сверчки – это еда для стрижей. Там тараканы, сверчки, зоофобусы. Я покормила. И она приняла меня за маму. Зажалась ко мне, прижалась и заснула. Ухаживать за стрижами не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Так считают профессиональные спасатели. Но неопытным людям это может показаться утомительным. В такую аномальную жару у них действительно наблюдается так называемый в народе стрижепат, когда молодые птенцы на разном этапе своего возраста выпадают из гнезда. И, конечно, без помощи человека они никак не могут выжить. Выкормить стрижонка – это очень сложно. Это даже сложнее, чем выкормить, наверное, котенка или щенка. Для этого нужна специальная еда. Это нужно делать по часам. Нужно правильно поить, правильно кормить. Для стрижей нужен специальный корм. Это сверчки, тараканы, зоофобусы. Они продаются в магазинах для животных. Стрижи-спасатели всегда помогут советам. Птенцу, чтобы отправиться в самостоятельный полет, нужно 45 дней с момента, когда он вылупится из яйца. Если крылья по каким-то причинам повреждены, зоозащитники оставляют их у себя.